Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Это Финам ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня пятница. Впереди выходные. Тем более, что Настя только нас порадовала. Нас ждут прекрасные выходные, солнечные, жаркие. Поговорить бы о чем-нибудь более оптимистичном в связи с этим. Но нет, не будем расслабляться, потому что еще один рабочий день. Он, конечно, уже подходит к финалу. Но, тем не менее, у нас есть возможность обсудить сегодняшнюю тему. Тема эта, как всегда, глобальна. Звучит она так. Российская экономика. Второе полугодие обещает быть тяжелым. Ну, пока вопрос у меня стоит в конце этой фразы. Поэтому пугаться сразу не надо. Мы, собственно, сегодня это и выясним. Обещает или не обещает. Тяжелым или не очень. А разговаривать мы будем сегодня об этом с моими уважаемыми гостями. Сегодня гости в студии. Федор Наумов. Начальник аналитического отдела, управляющий компанией «Капитал». Добрый вечер, Федор. Здравствуйте. И Владимир Колычев, главный экономист «Росбанка». Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Ну, я традиционно спрошу, как настроение у вас? Тем более, сегодня пятница. Хорошо так все? Хорошо настроение. Боевое. Ну, а в плане, что об экономике-то будем говорить? Лучше. Нет, настроены об экономике? Ну, надо, 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 потому что, сами понимаете, да, сейчас нас слушают люди, которые специально ради этого купили себе радиоприемники, да, настроились на 99,6. Автомобили специально. Автомобили специально. Конечно. Стали в пробке специально. Во-во-во-во. Для того, что это единственная возможность послушать сухой остаток. Действительно так. Поэтому надо оправдать их ожидания и эту тему обязательно обсудить. И более, что им, то есть нашим уважаемым слушателям, я хочу сообщить, стоя ли, в пробке ли, сидя ли, дома ли, ну, или еще где-то. Вот, вы слушаете и имеете возможность задать вопрос, позвонив по телефону в студию 65 10 99 6, либо свой вопрос опубликовать на сайте finam.fm, а также поделиться и своим видением текущей ситуации. Ну, в принципе, у меня все вступление. Давайте я быстренько пробегу, пробегу картину маслом. Что происходит сейчас на финансовых рынках? Американцы открылись. Время 18.03. И мы видим, да, и мы видим. Я вижу. Основные американские индексы. И до УСНП 500, и почти процент уже в минусе. Наши ребята, конечно, не скупятся. РТС 2,2. ММВБ почти 2, да, 1,7. Уверенно, причем РТС 1357. Нефть минус 2 процента. Бренд 98. Минус 3 процента. WTI 84. Золото тоже туда-сюда-сюда летало. Сейчас текущая котировка 1587 долларов за унцию. Ну, и индикатор, да, глобальный. Евро-доллар 1.23.15. То есть потрогал он 23-ю фигуру сверху. Присел на годовые минимумы, по сути, да, что, собственно, логично. Уважаемые мои коллеги, я, честно говоря, в недоумении, что происходит, почему это, почему, что сегодня такого случилось, что мы видели вот эту всю красную, какую-то непонятную, кровавую зарю. Федор. Ну, наверное, год весь такой, и не первый уже, да, второй или третий год мы живем в каком-то таком, очень узком диапазоне. Чуть-чуть мы отрастем, все, хватит, давайте скорректируемся. Чуть-чуть отрастем, вроде бы уже, да, и дальше мы, да, и хочется. А как выдохлись, да, и как лето тут еще как назло, да, всем, всем, всем как-то вроде не хочется, вроде завтра в отпуск, да, конечно же, покупать перед отпуском. Нет, не хочется. Но, в общем, если серьезно, да, то я думал, честно говоря, что мы, когда стояли перед июнем, июнь виделся как очень непростой месяц, да, уж больно много было всяких встреч разных регуляторов, много всяких решений мы от них ждали. И, в общем-то, я думаю, что то, как все это закончилось, пока скорее хорошо, чем плохо, потому что мы сколько раз они могли, сколько раз они встречались, сколько разных они вещаний делали, сколько раз они могли рынок разочаровать. То есть все могло быть хуже, да? Это как рынок даже и подрос на этом фоне, да, но действительно данные из США, которые все равно, если даже держать в голове, там, и Китай, и Европа, все равно данные из США, это самое главное. Данные из США не очень, и более того, может быть, 85 тысяч или сколько там было, точно не помню, это не так и плохо, просто ожидание, видимо, еще чуть-чуть более оптимистичнее. О чем речь, Федор, я прошу прощения, уточни, пожалуйста. Да про все, на самом деле. 85 тысяч, что такое? Это, господи, созданные места в экономике. Сегодня, да, сегодня статистика по рабочим местам. Вот, ну, соответственно, она просто, ничего в ней удивительного нет, она просто легла в то, что мы видим практически каждый день. Данные выходят всегда немножечко хуже, чем ждет консенсус. Вот, экономика американская там не в рецессии, да, она растет, но не на 2, 2,5, наверное, как многим хотелось бы, а, наверное, на 1,5, на 2. Да, вот, ну, вот в это во всем мы как бы и играем. Ну, и на этом фоне есть еще Европа и Китай, у которых своя игра в Европе, это игра в то, как выйти из этого кризиса, и периодически они снова встречаются, и снова какие-то меры принимают, об этом, наверное, можно отдельно поговорить. Китай, это игра в, соответственно, наконец-то будет стимул, да, потому что инфляция вроде как у них стала наконец-то замедляться, и у них появилась возможность экономику постимулировать, потому что до этого они этого, последний год они это практически не делали, и начали снижать ставки и нормы резервирования только-только вот недавно совсем. Вот, будем смотреть, какой из этого эффект. Не дали, как вчера, собственно, да? Ну, это было второе снижение ставки, да, но за долгое время, то есть до этого, вот эти два снижения, до этого снижения не было уже очень-очень давно, и не было их даже, когда всем стало понятно, что европейская проблема Китая стороной не обойдет, что Китай вроде как садится мягко или жестко, пока неизвестно, но инфляция была такая высокая в Китае, что, наверное, они не могли себе это позволить, включать стимулы. Сейчас, похоже, что они готовы включить, но, наверное, не в том масштабе, как в восьмом году, это может некоторых разочаровать. Вот, ну, если это все как-то просуммировать, мы все играем вот включить-выключить риск, да, вот неделю назад мы его все включили, сейчас мы его все снова выключили, и вот эта вот игра идет в очень-очень узком диапазоне. Тренд мы нигде нарисовать не можем, и вообще, на самом деле, быть инвестором сейчас очень плохое время. Ставки во всех местах, наверное, кроме России, из больших экономик почти ноль. Акции без тренда и не падают, и не растут, вот, и что вообще делать в этих условиях, это очень-очень хороший вопрос. Владимир, что делать в этих условиях? Ну, я сначала как-то затронул эту тему насчет того, что было много встреч регуляторов, и что вот вроде мы обрадовались все. Мне кажется, сейчас инвесторы начинают осознавать то, что на самом деле не было принято каких-то кардинальных решений. То есть, да, пообещали, что в какой-то момент, там, через полгода, может быть, через год мы будем двигаться по направлению к созданию Банковского Союза. Это о Европе речь. Да, это мы о Европе говорим, о том, что банковские институты европейские смогут напрямую рекапитализироваться общими фондами европейскими. Но на самом деле это никак не решает проблему фондирования непосредственно суверенов, то есть той же Италии, Испании. И те обсуждения, которые были насчет выкупа, допустим, теми же фондами гособлигаций Испании и Италии, они, с моей точки зрения, точно не помогут. То есть, если эти фонды начинают выкупать облигации, частные кредиторы, которые, по сути, становятся собординированы к этим фондам, они, скорее всего, начнут скидывать все эти облигации. В итоге, этим фондам Германии в конечном итоге придется полностью выкупать Испанию и Италию. А денег сейчас недостаточно для этого. Они нарисовали там 500 миллиардов, говорили точнее эту цифру, а где ее взять, я такой, никто и не знает. Ну, проблема еще в том, что 500 миллиардов, это, наверное, не так и много по сравнению с масштабом проблем. Проблемы существенно больше, чем 500 миллиардов, поэтому, наверное, увеличение этих фондов, это то, в том числе, что еще следует ждать, как бы, если мы ждем что-то еще хорошее от Европы. Наверное, как раз увеличение фондов, это некий банковский союз, в частности, это гарантирование депозитов. И, наверное, третий момент, про который почему-то все любят забывать, это все-таки какие-то меры по запуску роста экономического, потому что его в Европе нет. И, наверное, в этом, в общем-то, принципиальная и самая главная проблема, что роста нет. Даже Германия, даже немецкая экономика, которая до сих пор исправляла все европейские цифры, Германия росла, все остальные падали, и цифры по Европе выходили в нуле, да? Статистика, да. Теперь она начинает тоже как-то пыхтеть и, кажется, выдыхается. Но, в конце концов, это неудивительно, учитывая, какая доля большая экспорта Германии попадает в страны соседей. Плюс они еще и экспортируют как раз в страны Южной Европы. Да, ну, как раз об этом, да, то есть там рецессия, а это главный их, ну, это важный их рынок сбыта, вот, поэтому Германия начинает тормозить, вот. Вот этих трех вещей мы и ждем, да, соответственно, больше помощи, новой формации в банковской системе европейской, вот, и запуск роста. Наверное, еще четвертая история, которую, как бы, подшантажируют, так можно, если так по-русски можно сказать, ЕЦБ, да, когда он сейчас ставки очень близко к нулевым значениям привел, теперь все говорят, вот, смотрите, ФРС же тоже привел ставки вначале к нулю, а потом стал всякие количественные смягчения делать, чтобы, как бы, ну, ставки зажать еще ниже, хотя их уже снизить уже и нельзя ниже, да. Вот, соответственно, наверное, будем мы еще долго ждать от ЕЦБ каких-то таких мер, но, видимо, пока ЕЦБ не получит какой-то положительный ответ из Германии, когда немцы скажут, что ладно, пусть будет немножко инфляции, да, наверное, ЕЦБ на эту решительную меру не пойдет. Вот, поэтому Европа, она действительно, несмотря на то, что они вроде как все хорошо общались и какие-то меры приняли, все равно проблемы остаются, да, США тоже проблемы остается, это второе полугодие, приближаются выборы, на выборах большой вопрос, это дефицит бюджета и краткосрочный, который там по прошлому году, по-моему, процентов 10 был, да, и долгосрочный, потому что, если посмотреть прогнозы, которые есть в Америке такой орган, который делает официальные прогнозы по бюджетному состоянию, он построил два сценария, позитивный и негативный, ну или базовый и небазовый, вот, соответственно, в одном сценарии, который я условно назову позитивный, да, будет какое-то большое сокращение расходов в ближайшее время, и, соответственно, будут реформы в будущем, связанные с пенсиями и со здравоохранением, и там ситуация с долгом американским хорошо исправляется. А другой сценарий, в котором не будет сокращения расходов сейчас, вот, соответственно, в нем быстрее некий экономический рост в ближайшем будущем, но зато в будущем долг так нарастает и так начинает давить на экономику, что экономический рост в Америке в будущем, там, через десятилетия замедляется. И этот вопрос тоже очень принципиально важный, потому что Америка, видимо, к концу года опять к потолку долга подойдет, и опять им придется что-то решить, и они, наверное, опять драму из этого сделают, опять в последний день. — Федор, извините, пожалуйста, а вот два сценария, они реализуются именно в результате выборов, да, в зависимости от того, кто придет? — Нет, там скорее, я думаю, что большой принципиальной разницы, кто придет, нет, потому что, ну, республиканцы сейчас играют такую, наверное, игру, как бы, пока мы не у руля, да, давайте будем максимально жесткими и говорить, как надо, вот, а когда мы встанем сами у руля, если встанем, да, то мы уже будем из ситуации как бы играть, да. — Ну, это нормально, это все так рассуждают. — Поэтому, наверное, это вопрос, ну, в любом случае это вопрос какого-то консенсуса внутри Соединенных Штатов, и, как мы видели, вот в прошлом летом, да, ведь из-за этого в значительной степени замочили рынок в сентябре, да, и в августе, потому что вроде как ждали, что Америка — это не Европа, они соберутся и что-нибудь придумают, а они взяли, ничего не придумали, вот. — Еще на нервах играли при этом, да. — Друг на друга обзывались, да, все это время по телевизору, вот, поэтому, соответственно, и этот риск тоже есть. Риск во втором полугодии очень много, и, наверное, ну, правда, тут надо признать, что есть самый главный риск, что вот такой вот сценарий, что будет много вот этих последний. — Федор, спасибо огромное. — Это консенсус. — Очень интересно, давайте небольшую паузу и потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев, мы разговариваем сегодня о перипетиях экономики, ну, в частности, традиционно начинаем с разговоров об экономике мировой, экономике в целом, а потом, что логично, будем пристально смотреть на экономику российскую. Говорим мы сегодня с моими гостями, в гостях Федор Наумов, начальник аналитического отдела, управляющий компанией «Капитал», и Владимир Колычев, главный экономист Росбанка. Еще раз добрый вечер, коллеги. — Вам, уважаемые слушатели, я напоминаю, телефон в студию, по которому вы позвоните и зададите вопрос гостям в студии. Это телефон 6510996, либо вопрос вы можете опубликовать на сайте финам.фм, а также поделиться своими взглядами на вещи. Федор, я прошу прощения, мы прервались на новости и как раз мысль. — Да, я хотел сказать буквально еще два слова, что вот все, что я рассказал, вроде как звучит так достаточно убедительно, да, но это абсолютный консенсус. То есть вот я к своему ужасу это вот на этой неделе, в начале этой недели осознал, когда от очень авторитетных разных источников услышал этот же взгляд, ну, там, в других словах, но фактически вот то же самое, то есть так думает, наверное, практически весь рынок. Вот, значит, так не будет, будет как-то по-другому. — Ну, тоже, да, вот вариант, да, если все так думают, тут два варианта, либо все так сделают, либо все сделают наоборот, с точностью наоборот. Владимир, как ты считаешь, как будет-то? — Ну, вот Федор затронул тему насчет дефицита американского бюджета в следующем году. То есть опять мы приходим к такой ситуации, когда политики, как в Европе, так получается и в Америке, несмотря на то, что им договариваться, по сути, не с кем, то есть они просто должны выработать какую-то стратегию, они не могут прийти... — Ну, друг с другом, да? — Да, друг с другом договориться не могут. — И вот сейчас в законодательстве заложено в американском, что в следующем году у них там какое-то сумасшедшее сокращение расходов должно быть, и увеличение, да, и то есть это способно ввергнуть американскую экономику в рецессию. Сейчас американская экономика растет на полтора-два процента, в лучшем случае, это не позволяет никак там им снизить безработицу, и при этом при всем ФРС, который две недели назад принял решение не расширять программу количественного смягчения. Он, по сути, сейчас как-то, можно сказать, загнал себя в тупик, потому что, с одной стороны, он продолжает вот это вот то, что называется покупка одновременно длинных бандов и продажа старых, и при этом он не расширяет программу, а эта программа покупки и продажи, она до конца года, соответственно, в начале следующего года у них фискальное ужесточение жесткое, а ФРС не может сейчас увеличить монетарный стимул. Вот это вот такой, наверное, основной риск для американской экономики. Все надеются на то, что баланс, к которому надо прийти, не сильно сократить, с одной стороны, не сильно сократить бюджетный дефицит в следующем году, а с другой стороны, принять меры к его сокращению более полномерному, чтобы они вышли на фискальный, на уровень госдолга более-менее устойчивый в долгосрочном периоде. В прошлом году им этого не удалось, удастся ли прийти к какому-то решению в этом. Ну да, история повторяется, как известно, да? Ну, другими словами, если позволите, значит, мы говорим о мировой экономике, и вот этот вопрос, который является сегодняшней темой, второй полугодий обещает быть тяжелым, я вопрос убираю, второй полугодий обещает быть тяжелым, непростым, да, по крайней мере, с точки зрения макроэкономики. А теперь давайте, собственно, повернемся лицом экономики российской, хотя, наверное, ответ на этот вопрос тоже читается уже, но давайте более детально об этом поговорим. Итак, что ждет нас непосредственно в России, что ждет российскую экономику в связи, как минимум, с макроэкономическими обстоятельствами? С внешним фоном как бы, да? Ну, мы такая своеобразная история, да, потому что вот если вы возьмете сейчас и посмотрите, что прогнозируют люди, кто делает прогнозы там по российской экономике, вы всех увидите опять же то же самое, опять консенсус некий, то есть, наверное, 3,5%, да, Володя, может, подтвердить, 3,5-4, да, инфляция где-нибудь, ну, там, 6-7, да, ну, может, даже кто-то оптимистичнее, кто-то верит, там, в 5,5, то есть, 5,5-7, ну, это, на самом деле, этот спред, не нужно его бояться, там, как урожай ляжет в этом году, так оно и выйдет. Вот, соответственно, ну, и вот в этом-то вся история прогнозирования российской экономики, что всегда вот есть какой-то базовый сценарий, у всех он приблизительно одинаковый, а есть сценарий, а вдруг нефть там 70 завтра, да, и вот тогда как бы, ну, мы все в каком-то свободном падении, и тогда можно, можно, можно про все забыть. Про базовый сценарий, в том числе. Про базовый сценарий, да, можно забыть. Вот, поэтому, ну, что касается базового сценария, да, все ждут, что немножко экономика притормозит до 3,5, вот, инфляция немножко подрастет, ЦБ на все это, ну, скорее посмотрит спокойно, без повышения ставки и без снижения, вот, то, что с одной стороны экономика тормозит, с другой стороны инфляция подускорилась, в то же время монетарная политика и так не самая мягкая на свете, да, это не quantitative easing и не ноль ставки, вот, соответственно, ну, ЦБ как бы замрет, банки, там, будут медленнее кредитовать, вот, опять же, это тоже повлияет на экономику, ну, в общем, какое-то такое небольшое торможение сценарий в базовом варианте у всех нарисован. Вот, негативный сценарий, да, это действительно, если нефть, скажем, 80, да, вот, тогда мы уже все начинаем бояться, потому что это означает, что у нас и в бюджете не все так гладко, как при цене, там, нефти в 100, да, это значит, у нас достаточно большой дефицит, Минфину надо занимать, вот, вот, это означает, что экономический рост у нас воля-неволю затормозит, потому что нефть у нас все-таки выступает таким первичным толчком к росту всегда. Вот, недавно был в Астрахани, да, и прямо вот видно, где нефть капнула, как бы, и где расцвело, а где нефть не капнула, и там не расцвело, вот, так что, наверное, это как-то так, вот. Но, с другой стороны, есть один небольшой позитивный момент, по сравнению, там, скажем, с восьмым годом, все-таки очень заметно, что рубль стал таким абсорбирующим механизмом, то есть, когда все в мире похуже становится, рубль просто ослабляется, а у нас как-то внутри все, ну, то есть, рубль на себя берет удар, вот, у нас все более-менее хорошо. То есть, более либеральная политика монетарная, да? Да, более, наверное, грамотная для той экономики, в которой мы живем, и рубль на себя принимает удар. Даже в акциях было заметно, да, в долларах акции наши здорово били, и рубль здорово били, а в рублях акции, соответственно, стояли хорошо. Это и бандов, и ставок касается, и ликвидности внутренней. Будь это восьмой год, вот, мы бы сейчас там, вот на последнем ослаблении рубля, мы бы уже точно получили там высокие ставки, очень большой дефицит ликвидности, вот, соответственно, и торможение роста, а рубль, он стал свободнее, он этот вот, этот шок он съел, как-то. И это хорошо. Это позитивно, да. Ну, а, тем не менее, если говорить о худшем, да, о негативном сценарии, вот эта вот история с нефтью ниже 90, да, ниже 80. Когда, при каких условиях, точнее, да, мы увидим нефть так низко, Владимир? Ну, нефть, мы, по сути, не определяем ее цену. То есть она зависит от того, что там, наверное, в большой степени будет в Китае, как основного фактора роста спроса на сырье. Вот, ну и, естественно, от того, что будет в Европе, то есть если опять мы вернемся к той ситуации, что Италия, Испания не могут себя спокойно финансировать. Ну, то есть я правильно понимаю, нефть в основном, да, цены на мировых рынках будут связаны с факторами внешней, да? Конечно, конечно, как всегда. Мы к этому никакого отношения не имеем. Мы просто пожинаем то, что в результате получит. Мы принимаем цену, как вот число на небе написано, да? То есть свернется Китай, да, усугубятся проблемы в еврозоне, да, к рецессии подойдет Штат, и все, нефть сразу, естественно, никому не нужна по этой цене. Она дешевеет, и включается, да, Федор, вот этот негативный сценарий. Да, включается негативный сценарий, но будем, ну, идейно мы понимаем, что такого условно жесткого, да, приземления, какое было в восьмом году, наверное, уже не будет, потому что действительно тогда сыграло большую роль, ну, во-первых, много что было чересчур, сейчас меньше вещей, которые в России чересчур, да? Ну, например, если можно, несколько хотелось. Ну, нет такого большого перекоса в балансах банков, вот. Многие кредиты долларовый реальный сектор превратил в рубли в последнее время. Ну, не зря рублевый бондовый рынок так вырос в объемах за последних 3-4 года. В восьмом году вот этот перекос как раз, да? Этот перекос был, да, недвижимость не стоит каких-то сумасшедших уровней. Многие проблемные компании были признаны еще тогда проблемными, и до сих пор висят проблемными кредитами на балансах банков. Вот, в общем-то, это первый момент. Второй момент, действительно, в тот момент была, ну, в некотором роде монетарная ошибка, наверное. Действительно, наверное, надо было раньше сдаваться, раньше надо было отойти в сторону, чтобы дать рублю ослабнуть, куда его рынок приведет. Вот, и не нужно было давать. Ну, наверное, тоже не просто так делалось, мы, наверное, догадываемся. Вот, ну, сейчас, соответственно, тогда почему это плохо было? Потому что, когда ЦБ дает вам всем зайти в доллар, да, держа курс на определенном уровне, и все понимают, что потом он будет отходить, то есть возможность безболезненно заходить в валюту. А сейчас вы, может, и захотите, вот в этом, в мае в этом, да? Наверное, же много людей подумало, а не купить ли доллар? Я открыла экран и увидела, что доллар уже где-то неприлично высоко. В таком момент уже как-то поздновато покупать доллар и продавать что-то, что вам принадлежит. То есть в восьмом году ЦБ сам провоцировал? Сам сделал плохую историю, да. Провоцировал. Предложил, да, ребят, давайте мы сейчас прокатимся. Ну, справедливости радио, на самом деле, вот то, о чем Федор упоминал, большой перекос валютный на балансах банков, то есть у него был выбор, либо быстро ослабить рубль и потом как-то пытаться рекапитализировать все наши банки, потому что они, по сути, стали банкротами ежемоментно. Либо вот так вот, в таким способом, плавные девальвации, рекапитализировать их довольно плавно. То есть тоже не было у него особых маневров. Сейчас нет такой диспропорции уже. Все тогда понимали, да, что и банки, и большие наши олигархи с их лоунс, да, большими, и риск там, что они попадут на маржин-колы и придется им продать свои активы и так далее. Вот, ну и какой-то был такой еще политический был фактор, как же так мы так долго боролись за то, чтобы доллары вышли из оборота в России, и тут так просто сдаться. И было какое-то, наверное, еще такое предательское ощущение, что резерв очень много и можно вообще легко от чего угодно защититься. Вот, наверное, бы, правда, могли, только бы что было с экономикой, непонятно. Потому что тогда уже было заметно, как сильно, как даже денежная масса сжалась. То есть это вообще фантастическая вещь для нормальной развитой экономики, чтобы денежная масса сжалась. То есть оно, по-моему, процент на 10 год в году в моменте сжималось. Вот, поэтому сейчас немножко система меньше вне эксцессов, немножко она более гибкая и менее чувствительна к внешним шокам. Но все равно, конечно, мы, страна по-прежнему одной истории, это нефть, да. И, конечно, нам много историй рассказывают про то, что смотрите, теперь здесь в Калуге собирают машины, да, там, соответственно, посмотрите, какой здесь потребительский рынок, но мы должны понимать, что это просто способ сюда импорт запаковать. Вот мы продали нефть, получили доллары, а теперь нужно придумать, как бы нам так красиво продать импорт, да, чтобы ни у кого не возникло соображений насчет, ну, вот опять мы... Берем и закупаем. Берем и закупаем. Да, вроде как мы все равно закупаем, но теперь хотя бы здесь собираем. Конечно, да, 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 мы же собираем и... Я бы... То есть, иначе говоря, значит, мы, ну, как минимум, убрали из первой, да, части вопрос и подтвердили, что, в то же время макроэкономики второй по годе будет непростым, да, тяжелым, вот, и, видимо, и фраза «российская экономика второй полугодия обещает быть тяжелым», тоже без знак вопроса уже. Ну, тут даже, мне кажется, вот мы в основном касались того, как мы импортируем кризисы глобальные, но тут, мне кажется, даже без... Без кризиса, да, без импорта кризиса наша экономика замедлится. Просто если сравнить то, что мы видели в первом полугодии, наша экономика смотрелась очень хорошо на фоне даже развитых и развивающихся, которые быстро замедлялись. Основной фактор, по сути, был фискальное стимулирование. У нас расходы бюджета росли довольно быстро в первом полугодии. Это и зарплата бюджетникам, всем известные, и пенсии. Сейчас все это замедляется, цены на нефть упали, и наши деятели государственные понимают, что они зажаты в тиски, да, то есть они не могут сейчас... Ну, им тоже нелегко, да? Сильно наращивать. Надо признать, надо признать. Хорошо, спасибо огромное, Владимир. Давайте поговорим об этом чуть позже. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.фм в эфире. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Говорим сегодня о проблемах экономики в целом, ну и, как оказалось, о проблемах нашей отечественной российской экономики. В гостях у меня Федор Наумов, начальник аналитического отдела управляющей компанией «Капитал» и Владимир Колычев, главный экономист «Росбанка». У вас все еще есть возможность, уважаемые слушатели, задать вопросы сегодняшним гостям. Телефон в студию 6510-99,6 и сайт компании финам.фм, на котором вы свой вопрос можете опубликовать. Ну, и если, коллеги, не возражаете, давайте мы начнем с вопросов, потому что они уже есть. Ну, небольшая предыстория, да, у нас есть постоянные слушатели, вот один из них это Денис из Москвы, и с его вопроса я и начну. Добрый вечер. Думаю, что рынок хочет расти, говорит Денис. Вот, посмотрите, на каких-то мифических ожиданиях рынок вырос на 10% на неделю. Ну, это имеется в виду, да, вот последние события, видимо. Хотя, что там за мифические ожидания? Сегодня немного скорректировались. Продавцов все еще нет. Доллар почти 33. Если будут реально хорошие новости, иностранцы простят Чурова, неожиданно, будет рост процентов на 30-40. Я прав? Спрашивает Денис. Федор. Ну, рост на 30-40% это значит, что мы какой-то начинаем тренд растущий рисовать. Ну да, это приличное движение, конечно. Потому что мы там возвращаемся в растущий тренд, и даже вот так, даже не то, что возвращаемся, мы его рисуем как-то четко. Обновляем, да, наверное. Честно говоря, я не думаю, что здесь могут быть какие-то локальные причины, почему мы можем нарисовать растущий тренд. Сейчас нет ни одного рынка, ну, в нормальной крупной экономике, может быть, какие-то есть маленькие, да, который жил бы какой-то своей жизнью. Вот его фраза, Дениса, если будут реально хорошие новости, ну, иностранцы простят Чурова, ладно, бог с ними. А вот реально хорошие новости, и могут быть, Владимир, реально хорошие новости. Может быть, отсутствие плохих новостей уже будет достаточно хорошие новости. Ну, 30-40 процентов, честно говоря. Для 40 процентов не хватит, отсутствие плохих новостей. Потому что я даже знаю, какой, сразу вижу на нашем деске, какое количество людей в момент скажешь, что вот все, хватит. Хватит, конечно, надо брать, потому что вот дали немножко, да, в подобной конъюнктуре, что называют, да, немножко дали, доллар почти 33 сейчас стоит. Кстати, вот по поводу доллара. Ну, вообще, да, ситуация на рублевом рынке, если мы сценарий негативный рисуем, где он окажется, голубчик? Ну, мы тут, как всегда, играем, у нас есть переменная доллар-евро, да, и, соответственно, нефть. Вот эти вот две переменные, они тоже, наверное, между собой связаны, и из этого мы рисуем какой-то, где будет там курс по корзине, и отсюда рождается цифра, где будет курс по рублю. Ну, наверное, 33-34 похожи на какие-то очень разумные уровни. Это рубль к доллару, да? Да, как-то, мне кажется, что это вполне достаточно. Ну, тем более, они были уже, да, и в этом году. Да, ну и волатильность, во-прежн, невысокая, да, вот было интересно, как волатильность в рубле выросла, кто за опционами смотрит. Сейчас она здорово подпросела, вот. Ну, мне кажется, что вот это похоже на справедливые уровни, как-то 33-34, мне кажется, что это разумно. Но, опять же, рубль, что надо признать, что он стал жить интереснее, чем жил до этого. Вот раньше всегда было просто увидеть, вот рубль начинает ослабляться, да, вы к движению присоединяетесь, потом он как-то ударился, и потом медленно-медленно-медленно начинает укрепляться. И вот как-то вот это все позволяло играть спокойно, не парясь в ослаблении рубля. Сейчас рубль стал куда менее предсказуемой валютой, и это, наверное, правда хорошо. Это значит, что мы более цивилизованная экономика, чем были раньше. Кстати говоря, о предсказуемости, вчера мы обсуждали ситуацию на валютном рынке, ну, в частности, вчера как раз после заседания ЕЦБ известного, просел здорово евро-доллар, и один из слушателей за этот вопрос, вот он пытается сейчас зарабатывать на рынке Форекс, в частности, используя интернет-трейдинг, и даже посетовал как-то, он говорит, ну уж так было очевидно, движение вниз в евро-долларе, я продал, заработал, ну неужели так все просто, Володь, неужели так просто, действительно? Бывает, мне кажется, тут надо, вот, евро-доллар, он бывает, наверное, такое, хорошее его ослабление и плохое его ослабление. Ну, вот объясни, не понимаю, хорошее. Хорошее ослабление – это то, что мы, наверное, видели вчера, то есть, когда ставки снижаются, ну и, понятно, дифференциал процентных ставок, он влияет. Логичное ослабление, да, логичное, хорошее ослабление. А плохое ослабление – это, наверное, то, что мы видели сегодня. Да-да-да. То есть, это когда все вдруг начинают вспоминать, что есть европейская периферия, и что, наверное, от европейских активов надо как-то пытаться избавляться. Бегут от риска, да, как это называется? Я говорю, это всегда здорово, когда кажется, что все просто, да, вот в конце концов, смотрите, вот греческие проблемы, когда три года назад начались, да, вот с того момента действительно, что проще, за шорти евро, а сколько раз бы вынесло, а, вот на этом шорте? Так вот в этом-то, наверное, и проблема, что периодически так выносят, и ты никогда не знаешь, когда… Они начались три года, там у нас было 1,40, там, да, с небольшим, вот оттуда вы нормально сидите. Нормально, да, можно было пересидеть. А если ты присоединялся где-то позже, да, то сколько раз могло вынести, поэтому, да, вроде как, всем, всем понятно, что по-хорошему, ведь есть куча прогнозов, вполне, вполне обоснованно, что евро должен быть в паритету к доллару, но что-то не идет он туда, кто-то его туда не пускает, и вот все, все не так просто. А вот вариант, смотри, годовые минимумы сейчас евро-доллары, да, и насколько, на ваш взгляд, возможно вообще отскок куда-нибудь в район 1,27, там, 28, вот с этих уровней прям. Ну, с точки зрения техники это можно, да, там, как-то оправдать. Да, не такое сильное движение. Не такое сильное движение, что-то. Мы уже привыкли, да, что доллар и евро это… Спекулятивная история. Ну, то есть это вот очевидно или не очень? Ну, дефолт в Соединенных Штатов, например. Ну, я думаю, это… Ну, нет, ну я шучу, конечно. Выше гораздо. Вот, можно, можно придумать причину, да, в конце концов, действительно, Меркель немножко сдается, да, появляются причины, ну, появляются нормальные пакты, там, реорганизации банковской системы, стимулирование роста. Мы начинаем понимать, что Европа это не постоянная рецессия, да, а возрождение экономического роста, это сразу риск-кон во всех активах, ну, и евро к доллару тоже. Вот, но чтобы это случилось, нужно, видимо, ну, действительно, вот я не могу сейчас нарисовать простцового сценария какого-то понятного, быстрого, чтобы вот это произошло. Наверное, вот 30-40 в акциях это то же самое, что евро сейчас на 27, на 28. Еще один вопрос, еще один вопрос, несмотря на то, что я практически всегда в бумагах без плеча, это наш слушатель спрашивает, да, мечтаю о том, чтобы все было плохо, забавно, и акции упали, смогу докупить дешевых бумаг уже с использованием плеча, инфляции не будет, за границей все подешевеет, можно будет купить СБЕР по 5 рублей, забавно, ничего себе прогнозы у тебя, дорогой, полгодика не торговать, отдохнуть в дешевой Греции за драхмы, то есть уже сценарий развала еврозоны уже здесь присутствует, а потом продать СБЕР уже по 60, красота, боже мой. Это, кстати, Денис из Москвы, ну, такой, знаете, как это, Емеля на печи такой, да, дай-ка я сейчас, и буду, значит, в Греции. Суставерный это Уоррен Баффет, но по идеологии, да, действительно, если у вас есть возможность, в чем большая проблема вообще в финансовой индустрии в мире, что есть даты отчетные, в котором нужно что-то нормальное показать, да, хорошо, когда отчетной даты нет, тогда действительно, и когда нет необходимости тратить эти деньги на что-то, тогда действительно это... Купил СБЕР по 5 рублей, да. Это, грубо говоря, актив без пассивов, как бы, да, тогда замечательно, можно действительно и усредняться вниз, а усреднение вниз убило, наверное, вот половина из тех хедж-фондов, которые умерли, а половинка умерла на большом леверидже, а вторая половинка умерла на усреднении вниз. Ну, и усреднение вообще это зло, как известно, да, как говорят теоретики. Володь, как ты думаешь, вообще такая картина... Главное, чтобы момент провала был на что покупать. Да, ну, больше всего, конечно, я задел вот эту фразу, я мечтаю о том, что все было плохо, и надо об этом мечтать, ну, как же можно об этом мечтать, дорогой мой. Ну, да ладно. Давайте вернемся тогда, собственно, к отечественной экономике, и даже не к ней, а непосредственно к рынку, к нашему отечественному рынку. Ну, осадок есть, конечно, да, осадок есть, в том плане, что нелегко нам придется, как минимум, в ближайшие полгода, но какие действия все же, Федь, какие действия все равно нужны? Или в кэше сидеть и смотреть со стороны? Я, честно говоря, ну, у меня нет возможности, например, как-то активно торговать, то есть, в принципе, наверное, если ты достаточно везуч, я даже так там, может быть, не вопрос профессионализма, а вопрос, правда, вопрос везения. Акции дают возможность зайти низко, выйти вверху диапазона, опять зайти низко, то есть, в принципе, те, кому везет... Текущая ситуация, да? Текущая. Я не знаю, там есть люди, которые говорят, что есть какие-то там правила торговые, ну, может быть, действительно это все работает, может быть, в это можно играть. Я, вот, честно, не могу этого себе как-то по временным причинам позволить, но вот я немножко пытаюсь что-то делать, да, торговать помимо основной работы, да, ну, там, на свои там сбережения. И мне как-то кажется, что вот банды, как бы, как правило, не очень-не очень длинные, с хорошим купоном, может быть, даже побольше взять кредитного риска, чем процентный, вот, какие-то опционные relative trades в акциях, вот, что-то такое без рыночного риска, без рыночного риска. Сложные инструменты какие-то, опционы, ты смотришь... Ну, хорошо, даже просто банды, вот, не знаю, мне кажется, что в такое непростое время, если у тебя нет времени действительно там пытаться что-то отловить вверх-вниз, то какие-нибудь вот белорусские банды были же, там, и по 20 годовых в рублях. И все понимают, что не фолкнет Белоруссия до конца 12-го года. Сейчас, конечно, эта история закончилась, как бы, да, они там уже почти по номиналу торгуются, и погашение у них скоро, там, в декабре, по-моему. Ну, это, извини, это все-таки экзотический инструмент, да? Ну, почему, на МВБ, на МВБ торгуются. Да, вполне, вполне нормально. Ты что, я первый слышу даже, белорусские банды. На МВБ отличный, отличный банд. Вот, но, опять же, это, ну, как бы, это не заставляет тебя напрягаться, да? Ты раз его купил и забыл про него. Вот, ну, соответственно, вот, есть еще, я тут у Володи любимый трейд, я думаю, он про него расскажет. Давай-давай-давай. Длинные ОФЗ купить в лонг. Ну, даже можно не ОФЗ, длинные корпоративные банды, допустим. Ну, длинные на какой период? От года? На период 3-5 лет. То есть, сейчас там ликвидность не очень большая, но можно найти. Вот, ОФЗ, они не дают большой доходности, но потенциально, если вы верите в то, что инфляция, она замедляется, она, наверное, в среднесрочном периоде, она именно замедляется, вот, то, конечно, представляет ценность. Да, но они ликвидны даже для физических лиц, там вообще практически беда спреда нет, как в лучших акциях. Вот ОФЗ, одна из длинных ОФЗ, 9-летняя, в 21-м году, на ликвиднее Сбера, вот, это того стоит. И для особо ликвидных, для особо ленивых, к которым я себя причисляю, просто открыть депозит. Сейчас можно найти банк, не самый последний, со ставками от 10 до 12 процентов. Конкуренты Белоруссии. В рублях, да, это примерно то же самое, что показывают белорусские банды. Ну, да, сейчас уже, да, до этого белорусские банды были поинтереснее, сейчас история кончилась. Побольше таких бандов, почему Белоруссия не упускает еще? Вот, я считаю, главный вопрос. Это проблемы, конечно, да? Такие интересные инструменты, да? Ну, тем не менее, смотрите, вот мне показалось, что и Фенина, и Владимира, точка зрения, она, тем не менее, больше склоняется к сохранению, нежели к преумножению. Это связано с чем? Что ситуация нынешняя не дает возможности заработать, да? Не, ну, потому что вот раньше, да, наверное, в какой-то момент так всегда будет, да, когда можно было, правда, купить акции и вот сыграть в эту лон-коун-ли историю. Но сейчас все-таки не то время. Во-первых, не то время как-то глобально, нет практически ни одного рынка в мире, который в каком-то растущем тренде. А во-вторых, это во многом еще и некая российская история. Вот в 2000-е годы наш рынок, как бы вот, его открывали иностранцы после очень плохого 98-го года. И сюда шли деньги. Когда Россия кончилась, вдруг произошел какой-то вот так маркет дискавери. То есть люди поняли, ой, Россия-то есть, это там на улицах не убивают, как бы больше, да? Она живет, растет, нефть еще дорого стоит. И действительно случилась какая-то переоценка ценностей. Сейчас, я вот уверяю, вот все все знают про Россию. У всех больших фондов, я был сам удивлен, у всех больших фондов есть иностранные, как бы, аналитики, иностранные по рождению, да, но говорящие по-русски по какой-то причине. Они все побывали уже во всех российских регионах. Вот мы ездили в Астрахань недавно. С нами были вот такие вот иностранцы, говорящие по-русски. Да, они водку с вами уже пьют. Они все уже про Россию знают. Они знают, какая компания что делает, какая компания сколько должна стоить, у какой компании какие потенциалы роста. То есть вот в этом большая история, что вот Россия открыта уже для иностранцев. Да, конечно, там Лукоил стоит 2,5 еви, да, 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 как бы, тут еще проникновение многих вещей низкое. Можно, наверное, еще на каких-то отдельных историях заработать. Но, в общем и целом, все это очень-очень сильно понятно стало, и оно очень-очень сильно в ценах. Это уже не открытие для них, поэтому никакого сумасшедшего роста начала двухтысячных ждать бессмысленно. Ну, может, оно и случится, но... Давай прервемся, небольшую паузу, потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Последний блок программы «Сухой остаток» на радио Финам-ФМ. Мы обсуждаем проблемы российской экономики. Ну, проблемы, наверное, уже, потому что вопрос-то... Ответ получен практически, да. Проблемы российской экономики. Мы обсуждаем некие прогнозы, краткие, среднесрочные. Напоминаю, в гостях у меня Федор Наумов, начальник аналитического отдела, управляющий компанией «Капитал» и Владимир Колычев, главный экономист Росбанка. Значит, нам осталось в какой-то степени подвести исток сегодняшнего разговора. Тем не менее, мы с удовольствием послушаем ваши вопросы, если вы позвоните в студию 6510-996, либо вопрос свой опубликуете на сайте finam.fm. Ну, Федя, если позволишь, вот интересный рассказ был по поводу того, как иностранные специалисты, да... Ну, люди стали по-русски говорить и в русских компаниях разбираться. Год-полтора назад я был на такой глобальной конференции, она в Праге проходила. Я общался с человеком, который управляет фондом пенсионом во Франции. Спрашиваю, а что вы делаете? Он говорит, да мы только французскими бандами торгуем. Ну, вот он человек, который ничего не знает про Россию. И тут он начинает мне задавать вопрос, а что думаешь там про НЛМК? Я говорю, ну, вот там есть такая компания стальная в России. Говорю, да я знаю, знаю, что есть, как бы он мне отвечает. Ты мне расскажи, что происходит в ней. И выясняется, что человек, у него там есть какие-то личные деньги, которые он там какие-то... Dragon Capital он покупает. Dragon Oil. Кто вообще знает, что такое Dragon Oil? А что это такое, кстати? Это компания, господи, с регистрацией где-то на Ближнем Востоке, с листингом в Лондоне, которая нефть добывает на Каспии и в Узбекистане. Вот. Ну, вот кто из нас в этом пытался разбираться? Да, они даже уже на это посмотрели. То есть нельзя сказать, чтобы в России есть какие-то истории, которые иностранцы не знают. Они все знают про то, что там в России низкое проникновение в секторе услуг, да, по большей части. Что в России там будет строиться, что она будет строить инфраструктуру, что в России там по-прежнему есть интересные истории там в нефти, в металлах. Но это все уже изученные темы. То есть, к сожалению или к счастью, да, они, наверное, более-менее справедливо оценены. Ну, кстати, к сожалению или к счастью все же? Ну, я думаю, что сожалеть нужно не об этом. Сожалеть нужно о другом. А это вот, ну, как будто это реальность. Вот что о реальности сожалеть. Вот. Они изучили Россию, наверное, тоже хорошо, потому что мы все-таки, надо признать, если просто попытаться почитать прессу и посмотреть, как про нас думают, да, про нас думают намного хуже, чем думают те инвесторы, когда сюда инвестируют. Эти инвесторы, они, правда, уже посмотрели, что такое Россия, как здесь все работает. И они видели это все и в Восточной Европе, и там и в Бразилии, и в Китае. Не хуже мы, и не лучше, да. Мы со своими особенностями. Зато мы большие, у нас нефть есть, и 147 миллионов человек, и 142. Да, но, тем не менее, они уже все это про нас знают. Они уже не живут этими клише из, там, из иконами, или откуда-то еще. Они посмотрели, как это все работает. Вот. Ну, то есть мы... Да, 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 нормально. Пусть не говорит. То есть речь идет о том, да, мы начали с того, что вспоминали 2000-е, да, буйные 2000-е, когда только действительно, как Федор правильно сказал, иностранцы открывали... Ну, кое-кто из них уже попытался открыть это в 96-м, 97-м. Ну, тогда не получилось. Как и закрыл это в 98-м. И, наверное, больше не вернулся, да. А все остальные, да, 2000-е, и вроде получилось, потому что 4-5 лет рынок прет, да, все, значит, зеленеет, все красота. Ну, а сейчас другая история. И связана, прежде всего, с тем, да, что иностранный инвестор уже в материале, он глубоко погружен на эту тему, да, и никаких вот подобных, видимо, да, Владимир, движений ждать. Ну, может быть, они еще не погружены в наш рынок облигаций. Да. В принципе, все они знают. И все время освоено. Они все знают об этом, но вот он еще не открыт. Какие банды-то нужны предложить? Говорюсь, они тоже плохо знают. Конечно, наверняка. Вот они, наверное, в принципе, все знают про рынок облигаций даже наш, но пока не могут сюда прийти. То есть технически не могут? Технически не могут, да. А в чем проблема? То есть идея о том, чтобы приоткрыть для них доступ последние, наверное, года 2-3 эмуссируются, вроде как уже приняли решение. То есть сейчас они на рынке, да, через аффилированные отечественные компании? Они берут риск не только России, но берут риск той структуры юридически и кредитной, через которого они позицию строят. А когда они смогут заходить, как они привыкли, там, евробанды, просто через депозитарий, через Евроклир или Клирстрим, то, наверное, эта история будет просто российского риска, без контрагентского и без юридического риска. Ну, в этом они, очевидно, заинтересованы. Причем для них это, наверное, неплохая история. Конечно. А что им мешает сейчас? И компании, и государства закредитованы довольно мало, поэтому почему бы не нарастить активы свои? Сейчас что им мешает? Что им мешает? То, что они... У нас нет структуры соответствующих, да? Да, она с 1 сентября, по-моему, появится. Будет, будет, будет. С 1 сентября они смогут покупать госпанды, а где-то в 14-м, возможно, в 13-м смогут корпоративные покупать. Замечательно. На самом деле, хорошо, потому что это поможет снизить стоимость капитала у нас в России, вот, а для экономики стоимость капитала... Да, поэтому длинный ОФЗ по-прежнему трейд. Это, да, уважаемый слушай, напоминаю, это уже торговая рекомендация. С нами фьючерсы, кстати, есть даже, то есть можно через фьючерсы... У нас на форте? Да, торгуются, там, три корзинки, короткая, средняя, длинная. Замечательно. Записывайте, записывайте! Так, вопрос. Если иностранцы все знают про Россию, это вдогонку, да, того, что мы обсуждали, почему они тогда плохо покупают бумаги с постоянной дивидендной доходностью? У них ставки по депозитам нулевые, а у нас купил МТС, например, знаток, это Денис. Слушайте, так... И получает доход, извините, и получает доход. Неужели так велики валютные риски? Спасибо. Так и не обязательно к нам ходить, чтобы найти бумаги с высокой дивидендной доходностью. Они и в Европе есть. И, кстати, у меня у всех ставки нулевые, вон, испанские ванны под сколько торгуются. Вот. Да-да-да. Не дали, как вчера, что там было 6,47, по-моему. Почти 7. Почти 7. Так что еще кое-где Yield найти можно. Действительно, это интересная история. Об этом много кто говорит, что редкая ситуация, когда на глобальном рынке акций появилось много историй с хорошей дивидендной доходностью. Здесь много про Россию речи. И в мире такие есть. Вы можете найти глобальные компании с выручкой по всему миру, с очень здоровыми балансами, с большими кэшфлоу, с которыми платят еще большие дивиденды. И почему-то еще их акции дешево стоят относительно дивидендов. Именно поэтому дивидендная доходность большая. Но почему-то во всем мире эта ситуация сохраняется. Видимо, потому что дивиденды вы можете в карманы положить, а сколько тела будет стоить, вы не знаете. И, наверное, это как раз и останавливает. А так и согласен. Я думаю, что мы, наверное, увидим еще не один фонд какой-нибудь ПИФ в России, которые, конечно, практически умерли уже, но, наверное, появятся еще ПИФы в России высокодивидендных российских акций. Ждите, я думаю, будут такие. Валерий, ты что думаешь? Ну, не совсем специалист по рынку акций, но это то, что как обыватель замечаю. Это вот история с тем, чтобы увеличить дивидендные выплаты в госкомпаниях, по-моему, даже поставили они какую-то определенную отметку, 25% чистой прибыли. Раньше такого не было. Да, наверное, интересная история. Ну, это очевидно. Хорошо, спасибо. Значит, тогда потихонечку будем подводить некие итоги. Если позволите, я опять процитирую тему сегодняшнего разговора. Российская экономика второй полугодия обещает быть тяжелым, ставим мы там точку, да, или там. Ну, давайте так скажем, непростым. Непростым. Многоточие. Обещает быть тяжелым. Вопрос я убрал, но это очевидно. Второе полугодие будет непростым. Значит, причины для этого мы называли. Это, прежде всего, макроэкономическая составляющая нашей внутренней особенности. Что касается непосредственно рынка фондового отечественного, опять, да, я процитирую моих уважаемых гостей. В общем, их рекомендации, скорее, если так системно представить, то они, скорее, склонны сохранить дополнительный капитал, нежели его приумножить. Для этого предлагают они, да, инструменты рынка облигаций, ну, и банковские депозиты в частности. Это так. Теперь у меня есть, так как-то я стараюсь это сделать систематичным, да, системным, задавать этот вопрос систематически. У меня есть личный вопрос к вам, уважаемые гости. Одна моя близкая родственница, да, Кума, Кума, это называется так, то есть крестная моего ребенка, вот, у нее есть какой-то личный бизнес, и она периодически звонит мне, задавая вопросы, касаемые просто обычной жизни. Я так думаю, многим слушателям тоже это будет не безинтересно. Вот, в частности, у нее, ну, те деньги, которые не в бизнесе, они у нее, значит, каким-то кэшем лежат. Она говорит, в чем вот мне их хотя бы сохранить в ближайшие полгода, как раз вот об этом речь, до Нового года, да. А что посмотреть? Я, конечно, мог ей предложить, да, стать финансово более грамотной, рассматривать, да, непосредственно брокерское обслуживание, белорусские банды в частности. Вот, я думаю, что она на это сразу же не пойдет. Вот, есть более простое решение для того, чтобы ее капитал, ну, условно говоря, там, может быть, несколько сот тысяч рублей, в пределах миллиона, надежно сохранить в чем-то. Вы понимаете, такой вопрос, когда задают, какого-то ждут всегда ответ, что человек на ответ скажет, купи недвижимость или купи золото, автоматы и тушенку, да. Но если вот не смотреть на такой какой-то коллапс и конец всему, наверное, действительно, и особенно, если нет времени в общем разбираться, наверное, банковский депозит — это лучшая история сейчас. Банковский депозит? Да, действительно, есть. Даже хорошие банки показывают очень хорошие ставки, скажем так. Вот, и, наверное, для большинства самая понятная история. Ну, это, опять же, если не ждать вот такого сценария, в котором действительно лучше иметь автоматы и тушенку, чем... Ты о каких автоматах говоришь? Вот, ну, к которым стреляют. Да, ну, это же типичная шутка, да, что нужно купить на случай конца света. Ага. Володь. Ну, даже, я соглашусь с Федором, даже вот Сбербанк недавно, по-моему, пару дней назад повысил ставки по своим депозитам. И там они даже уже в Сбербанке смотрятся весьма и весьма. Вот это вот для меня было удивительно. Ну, мне кажется, тут надо подходить, наверное, с точки зрения риск-менеджмента. То есть, если... Это слово «недоступное», ты же понимаешь. Я пытаюсь. Если бизнес строится на том, допустим, что у него расходы в основном какие-то валютные, да, купил импортную, что-то продал здесь, то, наверное, логичнее держать все-таки в валюте. В долларах тогда все, конечно. То есть, банковский депозит, да, выбираем... Простите, банковский депозит, выбираем достойную ставку там из нескольких, да, и располагаем в долларах. Ну, это если у вас есть долларовые пассивы, когда вы импортируете что-то с границы, все равно что-то долларовый пассив, да, против него, наверное, разумно иметь долларовый актив. То есть, наверное, главная идея в том, чтобы не было валютной позиции куда-то в одну или в другую сторону перекошенной. А если бизнес-услуги, где у вас основные расходы это зарплата сотрудников в рублях, то, конечно, лучше... Рублевый депозит. Да, тем более, если... Ну, тут для вас главный риск, что экономика затормозится, да, тогда у вас не будет активной стороны бизнеса, а зарплату вам все равно придется платить. На этот случай все равно лучше быть депозитом, чем, скажем, в акции, потому что в акции в этот момент тоже точно упадут. Ну да, их уже обесценится. Вот. А если банки вокруг посыпятся, то вам и зарплату уже не обязательно никому платить, и тогда... Тогда... И в этом тоже плюс, да? В этом тоже плюс. Замечательно. Спасибо огромное. Я надеюсь, она нас сегодня слушала и ответ этот получила вполне квалифицированный. Ну и напоследок, да, у нас осталось чуть больше одной минуты. Давайте кратко, да, основные... Ну, торговые, не торговые, основные рекомендации, как жить предстоящие полгода, которые, как мы определили, будут непростыми в российской экономике. Федь. Ну, не брать рыночный риск. Вот я в этом по-прежнему уверен. Я имею в виду рыночный риск акций. То есть не стоять открыто вверх или не стоять открыто вниз. Вот это единственное. Наверное, рекомендация вообще последних трех лет вот моя, да, не стоять вверх или вниз, а быть... Ну, придумать себе какие-то интересные там истории. Например, не знаю, лукойл будет лучше рынка там с поправкой на бету или будет хуже рынка с поправкой на бету. Вот что-то в такое попытаться подумать, повыдумывать. Это тоже непросто, и на этом тоже можно и попасть, и заработать. Вот, но... Но, тем не менее, в нынешней ситуации это лучше, да? Мне кажется, что это как-то спокойнее. Мне кажется, эта рекомендация будет работать еще, наверное, еще в ближайшие годы, два-три точно. Ну, да. То есть мы-то на средний срок, да, на полгода, а примерно то же самое, что в ближайшие два-три года мы будем жить от саммита к саммиту. Ну, понятно. Волны эти постоянные. Огромное спасибо, уважаемые гости. Это был Федор Наум и Владимир Колычев. Финам.фм. Программа «Сухой остаток». Я благодарю вас за внимание. Меня зовут Олег Дмитриев. Успехов на рынке и счастливо!